Книга «Открытым оком», том 21, тема «Пища». Вопрос 3425. «Какие средства для похудения можно применять в пост?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Может, я слышался?» «Да вы же сами назвали его пост православный». «А еще лучше пост библейский». «Сначала нужно узнать, от чего излишняя полнота?» «Жирность непомерная появилась». Знаю четыре причины. Обжорство, лень, многоспанье и беспечность. В книге «К истинному православию» в разделе «Спаси Господи от объедения» подробно описано, как человек тело свое делает доменной печью. И что о том говорят Библия и святые отцы. От обжорства лекарство вовсе уж дешевое. Не есть, соблюдать посты. Вообще по несколько дней не пить и не есть, и организм запоет благодарность. Излишний вес не означает ничего иного, как излишки жира, которые проникли в человека через его широкий безразмерный рот. Потеря страха Божия способствует тому. Вот и тешит человек демона обжорства, готовит деликатесы для могильных червей. Второе – лень. Толстые жирные люди, кто бы ни были, они пытаются убедить других, что они едят мало. Пусть и так, но это мало, по их немалым меркам есть слишком много, по сравнению с тем, что организму требуется для работы и пота. На жалобу одного повара на свою медузность врач якобы посоветовала, что когда будешь снимать пробу с очередного блюда, котла, кастрюли, то чтобы ровно столько же сплескивать и в специальную посудину, которую попросил носить на шее. Набралось не худо, а почти ведро. Еще более не согласны толстобрюхие и пузатые на замечание, что этому способствует их лень. Что ты? Да они все как пчелки, сутками пластаются на основной, да еще на трех работах. Но когда с ними начинаешь работать на пару, то они выдыхаются уже в первые полчаса. Они неповоротливы, страшно медлительны, им все равно, как дело идет. Этот тип людей в стахановце не устремлен. Я не говорю о копании ям, пилке вручную дров, а также просто идти, и с ними будет явно не по пути. Они то на обувь жалуются, то на одышку опышку, то на природу, которую бы надо рассмотреть, а потому помельче шаг и помедленнее шагать. Это те, кто попал в объектив к вселенскому спринтеру Павлу. Титу 1.12. Из них же самых один стихотворец сказал. Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Бог не одобряет присыщенность даже в малой толике. Трозаконе 32.15. И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Любовь к Богу Иегове и к Слову Божию несовместима с жирным умом. Про многоспанье и беспечность, когда подобию человека все трын-трава, я и время тратить не буду. Дельцы и обманщики затарили печать. Эфир и интернет реклама лекарств для похудения. Все это лютый обман. Смысл этих современнейших лекарств в том, чтобы создать видимость полного желудка, когда это не так. Благодаря балластным веществам пища разбухает в желудке и в кишечнике и человеку кажется, что у него полная утроба. Другие лекарства готовят из панцирей ракообразных, чтобы помочь связать поглощенные жиры и вывести их наружу с отбросами без переваривания. Хорошо ли это? Съел, чтобы выбросить? Добрая пища не расщепляется и не всасывается, а просто выбрасывается. И за это еще невоздержанным гурманам и сиборитам немалые денежки нужно отдать. Проводят опыты над толстыми клиентами, и все или почти все чувствуют недомогание. Организм бунтует против такого насилия и безумства, и безумия. Женщины, употребляющие такие лекарства, которые пищу транзитом отправляют без переваривания в туалет, мучаются частыми позывами в самом неподходящем месте. И они нуждаются в детских подгузниках, как вонючие и несытые торбы. Реклама совершенно не соответствует действительному эффекту от применения гнусных препаратов. И все исследователи приходят к убеждению, что самый действенный способ избавления от жира – работа и работа без подпитки. В блокадном городе никто не заботился о похудении. Мне так и видится умерший в возрасте 41 года епископ Антоний Алтайский, Масиндич, который рьяно взялся сбрасывать вес, подстригся под мальчишку, поступил в университет и скатился в могилу. Сирахова, 32, 13-14 Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани твоей и не говори «много же на нем!» Помни, что алчный глаз – злая вещь. Иова, 20-21 Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. Притчи 19-24 Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Притчи 10-5 Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Исаия 32-9 Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Случилось в глубоком сугробе полсуток ему простоять. Потом то в жару-то вознобе три дня за подводой шагать. Покойник на срок торопился до места доставить товар. Доставил, домой воротился. Нет голосу, в теле пожар. Старуха его окатила водой с девяти веретен. И в жаркую баню сводила. Да нет, не поправился он. Тогда ворожеек созвали. И поят, и шепчут, и трут. Все худо. Его продевали три раза сквозь потный хомут. Спускали родимого в прорубь. Под коричей клали на сест. Всему покорялся, как голубь. А плохо не пьет и не ест. Еще положить под медведя, чтоб тот ему кости размял. Но Дарья, хозяйка больного, прогнала советчика прочь. Испробовать средства иного задумала баба. И в ночь пошла в монастырь отдаленный, верстах десяти от села, где в некой иконе явленной целебная сила была. Пошла, воротилась с иконы. Больной уж безгласен лежал. Одетый, как в гроб причащенный, увидел жену, простонал. И умер. Как водится, в яму спустили, засыпали прокла землей. Поплакали, громко повыли, семью пожалели, почтили покойника щедрой хвалой. Николай Некрасов Субтитры создавал DimaTorzok